Всем привет! С вами Вова Ломов. Правда, не настоящий, а аватар. Не волнуйтесь, всё нормально, просто сегодня видео о Хейджен, сервисе, который создаёт видеоаватар. Генератор русской речи тут пока не идеальный, зато вы можете подставить свой голос. Ну и как вы, наверное, догадались, оба аватара в заставке были созданы здесь, в сервисе Хейджен Ком, который говорит вам, нет камеры, нет команды, да не проблема. Есть же нейросети. Значит, что мы можем тут сделать? Собственно, вот, выбор различных несуществующих людей, которые будут говорить то, что вы им напишете. И есть ещё темплейты, горизонтальные и вертикальные, которые, если очень сильно постараться, можно даже считать видеоредактором. Можно создать несколько эпизодов, ну, кадров. И при определённом усердии можно даже смонтировать что-то осмысленное. Но это, прямо скажем, сизифов труд. Хотя, как известно, нет предела совершенству. Но понятно, что как монтажную программу рассматривать Хейджен нельзя. А вот, что касается видеоаватаров, можно, и я бы даже сказал, что не знаю альтернативы. Выбирайте внешнюю вид. Нет. На голос, кстати, не обращайте внимания, он настраивается. Ну вот, подойдёт. Можно создавать горизонтальное и вертикальное видео. Горизонтальное. Так, у нас тут есть логотип, который убирается за деньги. И вообще программа платная. Ну, условно платная, можно работать и бесплатно, потом расскажу. Но с логотипом можно и даже нужно бороться так. Выбираем бэкграунд, вот такой вот зелёненький и получаем идеальный хромакей. А хромакей мы можем впоследствии вырезать в любой монтажной программе. И получить идеальную девушку на прозрачном фоне, без всяких логотипов и прочей мишуры. Кто не умеет работать с видео, совет один – учитесь. У меня есть отличные уроки по DaVinci Resolve, ссылка в описании. Ну или платите деньги. А ещё можно использовать канва, но там вырезание фона, по-моему, тоже только в платной версии. Тут есть ещё небольшие настройки аватара, но чаще это выглядит скорее как издевательство. Например, вот. И разбираемся со звуком. Значит, делать придётся вслепую. Видите, он пишет, что анимация аватара будет возможна только после отправки на рендер. А каждый сабмит – это кредит, ну то есть оплачивается, но об этом позже. Но, в принципе, анимация тут не нужна. Будьте уверены, что она будет совпадать со звуком. Тут выбор голоса. Но, к сожалению, всё это разнообразие не распространяется на русский язык. По-русски тут только две генерации – женская и мужская. А так как аватар у нас женщина, мужскую он даже не предлагает. И пишите текст, который надо прочитать. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. Не идеально. Не говорил. При этом голоса можно немного настраивать, добиваясь разнообразия. Меняем скорость, голос становится ниже. Ну и любите друг друга. Теперь это просто... А пич – это высота. Ну или тон. Я не знаю, как правильнее. Понизили пич и голос стал низким. Ну и любите друг друга. Теперь это просто... Повысили скорость, он стал быстрее, а значит выше. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. Ну в общем, вот так можно играться, добиваясь с одной стороны эксклюзивности, с другой того, что вам нравится. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. Мне нравится вот это. Дописываем текст и отправляем на рендер. А, еще он понимает Е и ЙО, так что исправим. Значит, что касается рендера. На бесплатном тарифе он дает два кредита, хотя в тарифах написано один. За что-то он мне дал второй. Меряется отрезками в 30 секунд. У меня видео до 30 секунд, значит пол кредита. Причем если бы оно было 5 секунд, все равно было бы пол кредита. Так что условно на бесплатном тарифе вы можете сделать 4 ролика до 30 секунд. А дальше регистрируете аккаунт на новую почту и все по новой. Рендер. Мне кажется минуты 3. Конечный результат увидите в конце этого видео. А здесь его можно скачать. 1080, то есть Full HD. Кроме аватаров псевдолюдей тут есть вот такие вот мультяшные. Плюс можно сгенерировать свои. Тут генерируют нейросеть. Поиграться я не успел, мне сразу закрыли подходы. Типа платите. Успел только вот такой вот сделать. Но при этом он у меня достаточно спокойно подхватил генерацию Скарлетт Йоханссон из Stable Diffusion и прекрасно ее анимировал. Чудо. На примере мультяшного покажу, как подложить свой голос. То есть сделать то, что вы видели в начале. По настройкам рассказывать не буду. В принципе все понятно. Да и с голосом. Все просто. Выбираете здесь не текст, а аудиоскрипт. И либо записываете голос здесь. Либо, что конечно лучше, записываете заранее. По меньшей мере ваффе mp3 он понимает. Дальше все тоже самое. Хромакей, если планируете вырезать. И submit. Словом, неплохая игрушка, как и большинство современных нейросетевых разработок. Больше похоже на забаву, но мы в начале пути. По меньшей мере 4-5 алгоритмов уже определены. И дальше только развитие и усовершенствование. Так что ждите. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Наталья Ломова и Теплица социальных технологий.